Всем привет! Microsoft выпустила собственную программу для восстановления данных Windows File Recovery, то есть утилита полностью бесплатная, служит для восстановления данных и от Microsoft официально. Скачать ее можно в магазине Windows 10, то есть через поиск. Единственное, чтобы программу установить, у вас необходима последняя версия Windows 10 на момент записи видео, это версия 20.04, ну и соответственно в последующих тоже будет работать. Итак, установили программу и давайте посмотрим как она справляется вообще с задачей. Итак, после установки программы, когда мы ее запустим, запускается командная строка, то есть интерфейса графического на данный момент нет. Не знаю, появится он в дальнейшем или нет. Итак, запускаем. Вы получите в итоге информацию о том, как пользоваться программой, то есть с помощью интерфейса командной строки. В общем случае здесь необходимо указать диск-источник и папку, куда мы будем восстанавливать файлы, а также есть различные параметры, которые позволяют задать фильтры файлов по имени, по типу файлов и так далее. Я в видео это рассказать все не смогу, но кратко опишу в описании, а также в статье, ссылка на которой есть в описании под видео, там тоже есть эта информация более подробно. Итак, для теста я использую флешку, которую использовал и до этого в различных видео про восстановление данных флешка была FAT32, на ней было несколько фотографий, после этого она из FAT32 была отформатирована в NTFS, а потом там в ходе моих экспериментов снова FAT32. Вот именно ее мы используем. Причем тестирующиеся до этого программы бесплатные и платные для восстановления данных восстанавливали либо примерно одинаковый набор файлов, либо некоторые программы типа Recuvo вообще ничего не могли там восстановить. Смотрим, что сделает Windows File Recovery. Итак, пишу команду для восстановления данных с этой флешки и поясняю, что я пишу. Пишу winfr, после этого диск источник откуда нужно восстановить, у меня это e. После этого то, куда мы будем восстанавливать файлы, нужно указать папку. У меня это будет папка dremontka.pro. При этом учитывайте папку лучше создать заранее. После этого пробел и параметры, с которыми нужно восстанавливать. Я ставлю параметр fx. Что он означает? Он означает поиск файлов по их сигнатурам, что позволяет искать не только на томах ntfs, но также на fat32, xfat и refs. То есть без этого параметра с fat32 восстановление происходить не будет. Итак, нажимаю Enter. Меня спрашивают продолжить или нет. Нажимаю Yes. Учитывайте, кстати, что целевой диск, куда мы восстанавливаем файлы, не должен совпадать с диском, с которого восстанавливаются файлы. Итак, ввожу Y, то есть Yes, и жду, когда завершится процесс. На этой флешке эта флешка, если я не ошибаюсь, 32 гигабайта по USB 3 подключена. Сам процесс, я уже проверял просто до этого, занимает ну минут, наверное, 7 заняло меня. Давайте подождем. Итак, восстановление завершено. Мы видим список файлов, которые он восстановил. Нам предлагают нажать Yes или No, в зависимости от того, хотим ли мы сразу открыть папку с файлами. Нажимаю Yes. Открывается папка, которую мы указывали для восстановления. И что у нас здесь есть? Здесь у нас журнал восстановления, то есть информация о том, что было восстановлено. Далее и, соответственно, папки по типам файлов, которые были восстановлены. У меня, как видим, только JPEG восстановились, файл фотошопа не восстановился. Некоторые программы у меня другие смогли, но редкие его восстановить. И в папке JPEG, собственно, фотографии, которые удалось восстановить. Я результат уже сравнивал с другими программами, которые до этого обзоры проводил. И, в общем-то, результат практически тот же самый, то есть все установилось, если мы смотрим на фото в полном разрешении никаких повреждений нету, все в порядке. То есть, как итог, эта простая утилита от Microsoft полностью бесплатно исправно работает. И, в общем-то, вот конкретно для таких ситуаций форматирование карты памяти, флешки и так далее работает она не хуже, чем другие, в том числе некоторые платные программы, при условии, что с флешкой и диском нет аппаратных каких-то неисправностей. И можно смело рекомендовать использовать, учитывая то, что это от Microsoft и из магазина, то есть гарантированно безопасно и, скорее всего, они... во всяком случае, я надеюсь, что не сделают они ее платной в будущем. На этом все, спасибо за внимание, удачи вам!